Будем честными, так нередко поступают водители авто и их пассажиры. Мол, мусор образовался, пакета, чтобы его сохранить до урны нет, поэтому легкий путь просто открыть окно, но за такую безответственность скоро придется платить. В Госдуме принят закон о мусоре, который выбрасывают из машин. Законотворцы решили бороться не просто с несанкционированными свалками, а с конкретным процессом появления мусора. Сейчас гораздо чище стало, чем раньше было. А кто тогда мусорит вдоль дороги? Ни разу не замечает. Ну, автолюбители, видимо. Может, не и наши, не Барнаульцы, с проездом которые. Никто из запрошенных нами не сознался, что видел акты экологического вандализма. И все же мусор откуда-то берется. По словам Барнаульцев, самые в этом плане неуютные места. Пляжи, леса, частный сектор. Остановка баровая, там вообще идеальная в кавычках. Показатель того, насколько у нас народ не воспитан. Там просто площадка усеяна салфетками влажными. А теперь салфетка должна повлечь ответственность. Пока непонятно, достаточно ли будет одной салфетки или целой пачки, известно, что градация падет по габаритам нарушителя. Так, водители легковых авто заплатят максимум 15 тысяч, в то время как дальнобойщик – 60. Штраф для юрлиц автоматически выше и может дойти до 120 тысяч рублей. В документе говорится, что фиксировать выброс мусора будут камеры, фото и видеофиксации. И, судя по сайту, вот на то инспекции в Барнауле таких 78. Но расположены они на перекрестках или в черте города. Много злачных мест существующие камеры не раскрывают, а установка нового комплекса стоит несколько миллионов рублей. Станет ли их больше? В это время барнаульцы предлагают другой, более дешевый метод борьбы за чистоту. «Были бы какие-то мусорные контейнеры, возможно, люди бы постепенно приучались к тому, что доехать пару сотен метров, и ты выбросишь этот мешочек с мусором из своей машины. А у нас получается, что ты либо мусор будешь в машине складировать, либо ты будешь выбрасывать его через окно». Кстати, за нарушение предполагается не только штраф. У должностных и юрлиц при повторном инциденте могут даже конфисковать авто. «Кстати, мусор мы за собой убрали не потому, что штрафа, а потому, что для мусора существуют спорные». Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.